Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Вчера состоялся товарищеский матч в русские шашки между международными игросмейстерами Юрием Аникеевым и Евгением Кондраченко. На протяжении всего матча лидировал Юрий Аникеев, но он шел на борьбу, не уходил, не уклонялся от острых вариантов, и в конце концов Евгению Кондраченко удалось чудом отыграться. Друзья, матч был очень интересный, если вы его не смотрели, то оставлю вам подсказку в верхнем правом углу, можете перейти по ней и посмотреть на канале Юрия Аникеева, международного игросмейстера из города Харьков, Украина. А друзья, мы сегодня будем рассматривать интересные партии из этого матча. В первом микроматче соперником выпала следующая жеребьевка дебюта летающая шашка. Белая H2 летит на B4, черная F6 летит на H2. Белыми играл Юрий Аникеев. В этой позиции, ну, в принципе, возможны два хода. GH4 и ED4, как сыграл во второй партии Евгений Кондраченко. Но ход GF4 смотрится довольно-таки пассивным, потому что черные с помощью такого размена, видите, разбивают полностью правый фланг белых и затем атакуют, то есть, либо ходом GF6 и потом последующим разменом, либо сразу же меняются вот таким образом. И видите, белым предстоит игра над бой. После хода GH4 сильнейший ход BC5. Именно так сыграл Евгений Кондраченко. Белая игра от BA5 и черная игра от GF6. В этой позиции Юрий Аникеев сыграл CB4. Хочу обратить ваше внимание, друзья, что в позициях подобного типа с летающей шашкой очень опасно играть CD4. То есть, после этого хода здесь спасения уже у белых нет. Черные идут на самозажим своего правого фланга и здесь побеждают. То есть, например, BC3, меняемся. CB4, ну, допустим, HG7, AB2, GF6, ну, допустим, BC3, GH4. Ну, и здесь как играть? Ну, допустим, на CD2 здесь уже можно сыграть HG7. Видите? О, HG5. И на такой ход, ну, можно разменяться вот таким образом. И у белых сохраняется здоровая лишняя шашка. В дальнейшем черные должны победить. Естественно, гроссмейстеры знают подобные позиции. И Юрий Аникеев сыграл CB4, верно, здесь. Здесь Евгений Кондраченко играет FG7, пока выжидает. И белые играют BC3. И в этой позиции Евгений как раз идет на самозажим. То есть, провоцирует белых на ход CD4. Но в этой позиции, друзья, уже был возможен ход CD4. То есть, Юрий Аникеев сыграл EF4, а можно было сыграть и CD4. То есть, в этой позиции уже подобный план игры не проходит. Потому что белые жертвуют шашку. Ну, и как бы черные здесь не били, у белых хорошие шансы на ничью. То есть, ну, лучше бить на поле B6, сохраняя шашку на поле B8, чтобы белым было труднее прорваться. Ну, белые тогда размениваются вот таким образом. Ну, и несмотря на лишнюю шашку, у черных позиция абсолютно равная. Если же черные в этой позиции били на поле D6, здесь даже у белых позиция приятнее. То есть, они размениваются таким образом. И черному здесь уже надо уравнивать игру. Вот, скорее всего, вот такой жертвой шашки. И таким разменным вариантом. И партия, скорее всего, закончится ничьей. Если же черные в этой позиции попытаются выиграть шашку таким образом, тогда белые играют EF4. Для того, чтобы черным сохранить шашку, им надо играть EF6. Тогда белые играют FG3. Ну, видите, грозят сыграть либо DE3, а если черные играют Fe5, ну, наверное, сильнейший ход в этой позиции, тогда белые нападают ходом CB2. После такого хода есть BC5, поэтому лучше всего играть ED4. И в этой позиции белые играют GH4. Ну, видите, друзья, ход DE7 и HG7 невозможны из-за того, что белые проведут комбинацию. То есть отдадут одну шашку, побьют две, и здесь белые, видите, прорываются в дамки. Поэтому черным в этой позиции лучше всего сыграть BE7. Ну, и теперь белые отыгрывают шашку вот таким образом. То есть бьем назад сперва. Черным надо играть DE7. Ну, и после того, как белые бьют на поле G3, черные играют HG7. Здесь лучше всего белым сыграть BC3, ну, и у черных единственный ход CB4. И в этой позиции есть ловушка за белых. То есть черным надо меняться вот таким образом. Вот такой размен здесь проигрывает. То есть белые смело играют CD4 и не боятся комбинации черных. То есть на такую комбинацию черных. Здесь у белых есть противоядие. Они играют GH4 и дамка черных ловится. Белые побеждают. Если же после хода белых CD4 черные не проводят комбинацию, допустим, отходят на поле А3, тогда уже белые в свою очередь проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Белые играют DC5, жертвуют шашку, затем отдают еще три шашки. И белые вот таким симпатичным ударом снимают 4 единицы соперника. Черные бьют на поле F4. Ну, и здесь есть простой выигрыш. Играем GH2 и на любой ход размениваем шашку черных на А7. Ну, и, допустим, на такой ход играем на G1 и просто обрезаем черных по линии нижнего двойника с легкой победой. Если же в этой позиции черные правильно размениваются, делают двойной размен, тогда черным здесь лучше всего сыграть DC5. Ну, и белым надо проводить комбинацию, иначе у них плохо. То есть, играем таким образом, затем отдаем еще одну шашку и бьем именно на поле H8. Черные бьют на поле F4 и белые играют на поле C3. Теперь лучше всего сыграть CD6 и белые играют дамкой на E1. То есть, видите, грозят при случае сыграть F3. Поэтому черным надо играть HG5 тогда белые снова играют дамкой на поле C3. Ну, и здесь лучше всего сыграть за черных DC5. Белые играют дамкой на E1. Ну, и после хода E6 играем AB6. Ну, и в принципе, здесь партия заканчивается ничьей. То есть, черные отдают шашку, бьют тоже одну шашку. Белые играют на поле на поле E1. Ну, и лучше всего здесь скинуть черным шашку вот таким образом и сыграть GH4. И партия заканчивается ничьей. Ну, Юрий Аникеев в этой позиции предпочел сыграть EF4. Черные разменялись вот таким образом и играют АЖ7. Белые играют DE3, черные GF6. Белые играют EF2 и черные здесь размениваются. То есть, черные просто атакуют своим сильным левым флангом. Здесь они поджались, выжидают и белым здесь как-то надо уже решать проблемы возникшие. Юрий здесь правильно играет AB2 и в этой позиции у черных было два сильных атакующих плана. B7 и DE7. Евгений Кондраченко сыграл DE7 и в этой позиции у белых есть два хода CD4 и ED4. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти верный ход белых. Один из них проигрывает, другой ведет к тяжелейшей ничьей. Но все-таки ничья есть. Друзья, в этой позиции Юрий Аникеев сыграл ED4, верный план выбрал и партия все-таки закончилась ничьей. То есть, играет GH4, белые играют CD2, грозят сыграть BC5 и выиграть шашку, поэтому надо играть BA7. Теперь белые размениваются вот таким образом. Ну и на ход HG3 белые играют BA3, не боясь жертвы шашки и постановки дамки, потому что белые здесь сами жертвуют шашку и играют CB4. После долгих раздумий Евгений Кондраченко все-таки играет Е6. Белые размениваются. Ну и здесь надо для продолжения атаки черным жертвовать две шашки. То есть, отдаем одну шашку, затем вторую и ставим дамку на поле G1. AB6 здесь, естественно, проигрывает из-за FG5. И черные бьют две шашки, то есть, эта шашка держит эту, а дамка отсекает шашки белых по двойнику и черные здесь легко побеждают. Ну, Юрий Аникеев здесь точно играет AB4 и партия после хода FG5 быстро заканчивается ничьей. То есть, еще в партии последовало AB6, черные разменяли шашку, то есть, это позиция ничейная. Друзья, в этой позиции проигрывал ход CD4, то есть, Юрий Аникеев сыграл ED4, верно, а вот ход CD4 здесь проигрывал. Почему? Потому что черные играют EF6 и на BC3 играют GH4. Остается единственный ход CB2 и черные играют FG5. В этой позиции шашку так жертвовать бесполезно, лучше попытаться достичь ничьей вот таким образом. Черные бьют именно G на E3 и белые здесь жертвуют шашку. Черные бьют. Сюда бить бесполезно, там ничего не будет, белые быстро проиграют. А если бить вот таким образом, ну, здесь тоже вне зависимости от боя, то есть, либо так, все равно черные играют FE3. Ну, у белых есть два плана, либо играть AB4, либо играть CB4. Если белые играют CB4, тогда черные жертвуют шашку и ставят дамку. надо отходить, черные занимают большую дорогу, нападают сразу на две шашки белых, надо жертвовать шашку ходом FE5, черные бьют именно на F4, ну, и после вынужденного хода FE7, бьем на поле А1. Ну, и здесь в чем суть данной позиции, черные здесь побеждают, потому что белые не успевают вот эти две шашки провести в дамке. То есть, видите, на ход BA5 черные играют просто дамкой на поле D4, затем свободно проводят свои три шашки в дамке и легко побеждают. Если же белые, допустим, ставят дамку на поле D8 или F8, также будет ход дамкой на D4, а хода BC5 здесь нет из-за симпатичного ударчика. То есть, жертвуем шашку и дамку и вот такой необычный удар по затылку получается и черные побеждают. Если же в этой позиции белые играли не CB4, а AB4, то тогда в этой позиции уже проходит вот такой выигрыш. Играем HG5 и видите, друзья, отходить нельзя тоже из-за удара по затылку. То есть, отдаем одну шашку, затем вторую, бьем две, ну и в дальнейшем ставим дамку на поле G1, здесь легко побеждают черные. Если же в этой позиции белые, допустим, жертвовали шашку и пытались как-то прорваться AB6, тогда у черных есть вот такая возможность для победы. Жертвуем одну шашку, затем вторую, ставим дамку, фиксируем вот эти шашки, ну и после хода CB4 точно играем ED6. Ну и на ход B3 здесь уже следует развязка, то есть, отдаем одну шашку, забираем сразу же две, ну и на ход BC5 занимаем верхний двойник, то есть, препятствуем постановке дамки белыми, ну и здесь все-таки черные побеждают, потому что белые не успевают ничего сделать и дамка белых гибнет на двойнике. Также, друзья, в этой позиции помимо хода DE7 был очень сильный ход BA7 и здесь уже наоборот ED4 проигрывает, а белым надо играть только CD4. После CD4 все-таки белые могут достичь ничьей, то есть, последует вот такой размен, белым надо меняться, другого нет, черные играют RG3, ну и здесь можно сыграть BC3, черные жертвуют, ставят дамку, и у белых единственный ход CB2. Ну и как бы черные здесь не играли, все-таки белые достигают ничьей, то есть, на ход дамкой меняемся вот таким образом, и белые прорываются в дамки, а на ход DE7 играем B3, надо играть EF6, теперь белые играют EF4, ну и на нападение, так, прошу прощения, и здесь на ход GF2, надо играть CB4, затем черные играют дамкой на поле G1, белые нападать, черные отходят, и все-таки белые достигают ничьей вот таким маневром, отдают две шашки, и затем играют ED6, надо бить в эту сторону, белые бьют в эту, видите, белые грозят поймать дамку черных, поэтому надо отходить, тогда белые ставят дамку на поле D8, ну и на любой ход, допустим, на такой ход, здесь уже можно и в лютки зайти, а если черные закрываются вот таким образом, то тогда белые форсируют ничью вот таким красивым маневром, отдают дамку и забирают три шашки, и партия заканчивается ничьей. В этой позиции, то есть мы разобрали ход CD4, велк ничьей, а здесь наоборот, ED4 уже проигрывает, то есть черные играют GH4, и здесь уже не проходит маневр, который был в партии Аникеев-Кондраченко, то есть белые играют CD2, затем разминиваются, но черные здесь уже смело жертвуют шашку, и играют дамкой на поле G1. И видите, вход CD6 здесь не проходит, потому что когда белые побьют, черные побьют дамкой, здесь таких вариантов нет. Ну и в этой позиции возможны два варианта за белых, либо они играют EF4, тогда черные играют DE7, ну и на ход FE5 черные размениваются вот таким образом, выигрывают шашку, и на ход EF6 здесь есть прикольная жертва. То есть отдаем шашку ходом HG5, и получается вот такое самообложение, белым просто некуда ходить, и остается только сдаться. Если же белые здесь играют BA3, тогда играем HG5, фиксируем шашку E3, ну и на ход CB4 играем GH2, и на ход DC3 играем снова дамкой на G1. Ну и здесь снова вот эти варианты не проходят. То есть побили, 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 и черные здесь выигрывают. Поэтому, друзья, все-таки в этой позиции ход GH4 я бы не рекомендовал делать. Здесь позиции острые, но с большим преимуществом у черных. Во второй партии Евгений Кондерченко сделал более логичный ход ED4 и провел вот такой план. Да, здесь позиция упрощается, но у черных здесь есть небольшое преимущество. АВ6 последовало ДЕ3 и на ход GF6 здесь белые сыграли ED4. Мне кажется, в этой позиции более логично было размениваться вот таким образом. Кажется, что у черных здесь преимущество большое, но на самом деле это не так. То есть на ход логичный FE5 мы играем BC3, на HG5 мы разменяемся GF4, позиция будет абсолютно равная, а на ход HG7 можно сыграть AB2. Если теперь черные играют B7, мы играем GH2, грозим разменяться в центре, ну и на ход прошу прощения HG5 играем CD2. Ну, черным надо как-то пытаться выиграть, они играют EF6, то есть не дают белым сыграть CD6 из-за банального GH6, но здесь все-таки позиция уравнивается, то есть белые играют GH4, ну и в дальнейшем возможно острая борьба, но позиция здесь равная. Если же черные в этой позиции не играют EF6, допустим делают ход GF4, тогда белые играют BA3. Ну видите, нападения такого нет из-за того, что белые останутся с лишней шашкой, так играть нельзя, а на ход GH6 здесь уже играем GH4, и на такое нападение следует ход HG5. Черные бьют две шашки, белые одну, затем белые отыгрывают потерянную шашку и позиция уравнивается. Если же черные здесь просто размениваются таким образом, тогда нападаем, после хода AB6, либо DE7, черные размениваются таким образом и партия также заканчивается ничьей. Евгений Кондраченко игравший белыми во второй партии сыграл ED4 и Юрий Аникеев разменялся вот таким образом. Здесь Евгений сыграл BA5 и черные сыграли HG7. Далее в партии последовало BC3 GF6. Здесь белые сыграли CD4, черные играют GH4, белые развивают свой сильный левый фланг и черные играют HG5 и затем размениваются вот таким образом. Небольшая инициатива все-таки сохраняется у черных, но белые здесь ее могут загасить. То есть надо играть CD4, именно так было в партии. И на ход EF6 в этой позиции надо было играть CD2. но Юрий Аникея в этой позиции провел интересную жертву. То есть пожертвовал шашку и напал. Белый играет GF4 и затем CD2. Юрий играет EF6 и Евгений отвечает DC3. И здесь Юрий сделал очень интересный ловушечный ход D7. У Евгения уже там подкрадывался цикнот, было не так много времени, и здесь Евгений делает критическую ошибку. Ход CB4 здесь уже проигрывает. Между тем у белых был очень интересный и сильный план ED2, ставящий черных на грань поражения. То есть видите, теперь на ход FE5 мы временно жертвуем шашку и нападаем сразу же на 3. Черным надо жертвовать и белым надо бить именно таким образом. В чем суть этой позиции? Если бы белые разменялись, сделали двойной размен, они здесь проигрывали, а здесь у белых даже преимущество. Черным надо играть только GH2, потому что вот такой ход здесь не проходит. Белые играют EF4, ну и на постановку дамки белые неожиданно жертвуют две шашки, и вот за счет этого упора белые здесь даже побеждают. Вот такой интересный план. Кажется, что у черных критическая позиция, то есть ход GF2 невозможен, но есть ход GH2. теперь у белых есть очень сильный ход AB4, видите, HG3 нельзя из-за EF4, но здесь есть ход EF6. Теперь белые играют EF4, HG3 снова нет из-за хода DC5, и черные останутся без шашки, но здесь есть жертва за черных, и черные играют HG3. Белым лучше всего пойти DE3, то есть они грозят пройти в дамки, поэтому надо играть GF2, на постановку дамки белые грозят тут же ее поймать и остаться с лишней шашкой и выиграть, поэтому черным надо жертвовать шашку, еще одну и затем ставить дамку. Уже в этой позиции белым надо быть осторожными, единственный ход BA5, и здесь черные проводят вот такой маневр, но белые благополучно жертвуют две шашки и партия заканчиваются ничьей. То есть в этой позиции друзья ход DE7 все-таки носит ловушечный характер, но черные здесь не проигрывают и поэтому такой вариант возможен. Кстати очень интересный план, то есть тут белым для того чтобы так скажем не проиграть надо рассчитать очень далеко, но Евгений не успел рассчитать и сыграл в этой позиции CB4. Здесь уже черные побеждают, то есть на нападение Евгений разменялся, ну и на ход EF6 Евгений еще раз разменялся. Здесь выигрывает единственный ход FG7, остальные планы ведут лишь ничей, и на ход FE3 снова единственный ход GH6, и здесь черные побеждают. То есть на ход GH2 играем HG5, ну и на такой ход нападаем, и белым здесь надо жертвовать шашку вот таким образом, то есть на такой ход уже просто FE5 был, там некуда ходить, поэтому белые здесь сыграли таким образом, надо бить сюда, затем таким образом, надо бить сюда, так, прошу прощения, в этой позиции черные играют HG5, ну и здесь на ход HG3 уже идет нападение, именно так и было в партии, и здесь Евгений Кондрыченко сыграл ED4, он надо бить сюда, и теперь Евгений сыграл вот таким образом, и разменялся, но здесь у черных есть четкий выигрыш, то есть размениваемся, ну и на ход AB6 играем HG3, на B7 GF4, ну и на постановку дамки тут же ее ловим, поэтому Евгений Кондрыченко в этой позиции сдался, кстати, друзья, вот в этой позиции вместо хода HG2 и затем последовавшего HG5 за белых был возможен вот такая интересная жертва, то есть в этой позиции, но здесь белые прорываются в дамки, да, но партия все-таки безнадежная, но окончание очень интересное, то есть на такой ход ставим дамку именно на поле E1 и на постановку белыми дамки играем Fe5, то есть что получается в этой позиции, на такой ход уже просто нападаем, либо шашка гибнет, либо белыми играть на AB7, затем также дамка полностью зажимается, поэтому остается единственный ход дамкой на A7, теперь черный играет шашкой на F4, то есть грозят поймать дамку белых вот таким образом, то есть как играть? Сюда нельзя отходить, потому что дамка тоже гибнет, на такой ход играем EF4, поэтому остается только жертва, теперь точно бьем именно на поле H4, именно таким образом, и белые пытаются как-то убрать свою дамку и провести вторую шашку в дамке, но черные точно играют дамкой на поле D8, то есть видите, именно на поле H4 надо было бить, потому что если бы черные побили на G3, это была ничейная позиция, а здесь черные в дальнейшем проводят также свои шашки в дамке и легко побеждают. Друзья, попытаюсь в ближайшие дни разобрать все интересные партии из данного матча, он безусловно очень интересный, если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, можете поделиться этим видео в соцсетях, буду вам за это благодарен. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, если что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. До свидания, друзья, увидимся на шарочных баталиях. Играйте много, играйте честно.